Заседание депутатов Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Городской думы. Из приглашенных – Комитет городского хозяйства администрации, директор «Алерон плюс», начальник троллейбусного управления, а также директор фонда капитального ремонта. Начнем с конца. В рамках майской ЧС ремонту подлежат 14 домов. Общая стоимость – 58 миллионов рублей. По шести домам работы еще ведутся, а вот по одному даже не начинались. Так как это Бикетова 25, по которому наблюдается такая же ситуация, превышение предельно допустимой стоимости работ. И собственникам нужно принять дополнительный размер взносов – 3,51 рубля с квадратного метра, либо у администрации города что-то оказаться финансированием. Но денег у администрации, по всей видимости, нет. Фонду капитального ремонта она должна 30 миллионов рублей. Заключено мировое соглашение на погашение частями. Далее от общего к частному. Возник вопрос про дом на улице Печорская, 15А. Дом признан аварийным и подлежит сносу. Однако деньги фонду жильцы продолжают платить, хотя не должны. Марьяна Грибанова заверила, что накопленные средства пойдут на работы по ликвидации дома. Если что-то останется, то обязательно вернут собственникам. Следующий на очереди Комитет городского хозяйства администрации. Отчет по дорожной деятельности за 2020 год. По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должен быть проведен ремонт 17 объектов уличной дорожной сети. Протяженность 26 километров. Объем средств 700 миллионов рублей. Подрядчик ДМРСУ 492 миллиона и ООО УСК 202 миллиона. В настоящее время не закончено 6 объектов. Александр Михайлович сам принимает непосредственное участие в контроле за выполнением ремонта по данным объектам. В настоящее время он сейчас находится на этих объектах. По программе «Социальное развитие центров экономического роста» выделено 117 миллионов. Из них 69 на строительство и 47 на ремонт. По докладу Ирины Барышевой готовность некоторых объектов чуть выше половины. Мой доклад в рамках содержания уличной дорожной сети и ее ремонта закончен. Если есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, я на них отвечу. Главных вопроса два. Когда ремонт дорог по программам будет закончен и когда многие отдаленные районы города узнают, что такое асфальт? Я, к сожалению, на ваш вопрос сейчас не смогу ответить. Я записала, и мы вам в письменном виде ответим. Я, скажем так, не совсем компетентна по данному направлению, просто у меня нет информации. Я ваш запрос написала, и мы вам в наиболее короткий срок, если есть информация, специалисты вам завтра отправят его. Что как бы, если не сделано, то когда будет сделано, когда будет запланировано, в какие сроки, как бы там это будет все расписано. То есть давайте сделаем так. Вот вы запишите, по каким улицам. Хорошо. Слушаю, говорите. Ну и как ваше мнение? Нормально все идет? Так, ладно, Ирина Владимировна, все, не надо отвечать. Ирина Владимировна, вы это все, пожалуйста, в письменном виде предоставьте в комитет. Мы прощем, потому что все равно с этой связью невозможно так работать. И очень много вопросов. Ирина Владимировна, Александрович, в очередной раз просьба. Я понимаю, что человек занят в отбор, но мы его приглашаем не каждую неделю. Я ему ваше пожелание передам, Александр Владимировна. Потому что на некоторые вопросы вы просто не знаете ответов. Еще одной животрепещущей темой стал мусор, в частности, несанкционированные свалки. 30 сентября был проведен конкурс по организациям, которые занялись бы их ликвидацией. Сумма контракта – 13,2 миллиона рублей. Победителем стала ООО «Трансвей». Алирон Плюс также, в свою очередь, заверил, что до конца ноября в городе расставят еще 900 контейнеров и 250 бункеров для отходов. Дополнительное соглашение на производство контейнеров администрация заключила и с Забайкальским УФСИН.